всем здравствуйте всем привет хочу хлеб закончился испечь вот у меня остался предыдущего хлеба целлофальный вот я показываю не надо его выбрасывать он три дня простоял в холодильнике остаток этого теста я его достала и пущу сейчас в тесто новое завожу сейчас руки сполосну вот добавила муки к этому тесту водички сначала налила растворила небольшой кубик граммов 10 прессованных дождей и тесто которое у меня холодильнике было остаток дня 3 лежала в целлофане я сюда теперь все заведу и буду печь хлебопечки хлебопечку можно засыпать как по инструкции вода там 75 миллилитров воды там столько там муки и ну все по рецепту и все включаешь она сама вымешивает но все знают наверное но я решила сама замесить тесто и замешанные уже положить хлебопечку почему-то мне так показалось лучше я лучше вымешиваю чем хлебопечка видимо она у меня или какая-то дефектно я не знаю но она очень плохо вымешивает и я решила делать мне нечего дети по делам на работе учебе я решила заместить чем больше вот так взбиваешь жидкое тесто пока еще до густого не до сыпали муки тем легче потом будет вымешивать но это заметила мне делать нечего я решила так я предыдущий стекла таким макаром и получилось очень хорошо по сравнению когда закладываешь хлебопечку у дочери нет электро-духовки а в газовой я не могу дэна сама говорит что указывает не получается но и стряпать ей некогда особо не стряпает но я на газовой печке уже все у меня горит пока я убавлю она у меня тухнет пока зажду вообще нет ни своей кухни это уже конечно как говорится нонсенс вот сейчас я вымешаю его до густоты подсыплю как надо вымешу а потом поставлю хлебопечку электрическую еще подсыпала муки вымешивать буду в чаше не буду я на стол тут кухонка маленькая тут все переворошу уборки много потому что три кошки две кошки один под ну все они конечно ветеринарку прошли все оперированные уже не могут иметь детей вот ну я имею ввиду шучу но мысли что шерсть все это я не люблю это ужасно я не могу еще и собака от собаки еще больше 6 и все они бездомные всех дочь под двери пришли на их всех приняла ну что сделаешь ничего не сделаешь вот так вот вымешивать буду вот так вот дочь живет с сыном муж умер сын же учится на четвертом курсе университета на последнем у у них почему-то четыре курса сейчас какой-то нефтегаз какой-то институт сейчас университет называется вот он диплом сейчас они пишут а тут еще удаленка на удаленке приходит приходит ездит он его машина ездит на спортивный зал станет собаку выгуляют и спортивный зал со спортивного зала приедет пока помоется утром полощется вечером полощется двадцать первый год феврале будет двадцать один год он шести лет пошел в школу вот ну потом нами магистратура два года хочет закончить но будет видно не будем заранее загадывать как говорится не надо заранее ничего загадывать закончит закончит но вроде как хочет чтобы полное так положено было образование вот вроде как место обещают на рост нефти заводе там каком-то здесь здесь все на месте ну по делам уходит наташа тоже на работу дочь убегает правда на обед хорошо хоть сегодня пришла хорошо ну вот я каша варю я хоть применила свое что я люблю в деле а то дома сама себе стряпаю варю соседям раздаю подругам раздаю а дети бедные на полуфабрикатах здесь и вот поэтому Наташа приехала меня привезла я боюсь на поезде с таким коронавирусом пересадкой потому что пересадка это все так просто везде надо людей много я боялась вот а тут еще у меня же внучка маленькая первый раз ее увидела хоть слава богу познакомились вот все работают а я вот каша варю вчера оладьи печеночные в подливе сделала вот с собой я привезла много пельменей вареников готовых доделал на мороженое мясо мы привезли все от меня Наташа покупала у меня было весь холодильник морозильник мясе вот с мясом пока Наташа тут заготовила и кальмары в общем все есть только готовь ну вот готовлю с удовольствием хоть как то ни в никуда наготовлю и бегаю по соседям сдаешь неудобно вот так что применила и тем более они еще поедут на глаза операцию делать внуку в Хабаровск и надо дома побыть там им надо дня 3 или сколько врач скажет побыть ну чтобы после операции он мог на прием прийти будут там квартиру снимать и жить не знаю пока так а как там может быть врач скажет домой езжайте не знаю я хоть с животными здесь и буду прогуливать собаку до котов кормить хоть никого не просить потому что сын далеко живет они друг от друга брат с сестрой мои дети далеко у него тоже семья и вот из дочицы из-за цветов или из-за собак тоже но тем более я сейчас не работаю почему бы и вот мы так решили порешили даша приехала меня привезла вот говорит мама что хочешь то делай не хочешь ничего не делай хочешь я сряпать хочу я хочу варить я хочу кормить вас ну вот свозили на природу говорит мам что сидеть я говорю да действительно я такая что я не очень то сидеть чтобы сидеть ну хоть уже в эти годы бегать не смогу но как то поактивней чтобы в сауну сходили потом на лыжную базу свозили хорошо такая природа там я сняла мне так нравится сама посмотрела два раза красиво так снег голубое небо ой ели такие стоят ёлочки сосеночки ну вот так вот я его вымесила вот так вот сама хорошо и не густо и хорошо вымесила ну пусть он крутит вымешивать сколько еще там ему надо вымесить но вот я уже так спитла мне понравилось когда сама вымешиваю так что вот теперь я у дочери кашеварю и мне нравится просто не хотелось бы в одном доме жить и им мешать и сама люблю хоть я бы приходила лучше в гости ну чё уже и внук большой Наташа своя жизнь должна быть надо чтоб отдельно но пока вот квартиру мне не можем ни подсмотреть ни с деньгами решить с деньгами ничего так что пока так наездами значит буду то что хоть и любишь там готовить хоть хорошо семьей но вы знаете человек все равно такое существо что когда то хочется и побыть наедине с собой да вот поэтому я даже никого не осуждаю кто вот один живет и хочет один жить бывает ну кто не любит стряпать тем хорошо им уже я люблю стряпать вот сейчас тем более все такие условия что все есть на чем есть и чем и что из чего вот ну вот все ушли я решила я не снимала здесь стряплю я и так дома ее снимаю ну сейчас решила снять вот закладываю контейнер такой хлебопечки и я закладываю готовую вымешанную муку не знаю насколько она поднимется не выперла бы она ну то на 680 граммов есть ну вот надеюсь что это нормально будет не знаю но ничего не получится вот ставим сюда устанавливаем закрываем крышечку так руки надо сполоснуть так закрыла крышечку включаем сеть запищал так так ставим на поджарочку мне нравится когда зажаренная и старт все ой не знаю справится не справится уже много ну вот все на этом очень старая хлебопечка мне привезли когда-то с китая еще в десятом году мне кажется там флажок такой маленький так плохо крутит не знаю не знаю как будет так и будет ну вот так крутит ворчит ну крутит ну вот три часа без десяти минут будет будет крутиться ну сначала будет мешать вымешивать потом подогревать и о даже фартук у меня какой-то не проглаженный и потом будет нагревать будет поднимать тесто и потом увеличить температуру и будет выпекать я дома в духовке пеку но здесь вот газовая я в газовой не умею ничего делать ну и Наташа говорит что сверху не прожаривается пирог плохо а мучаюсь на газе то включаю то выключаю я уже два коробка спичек устрахила то хочу поменьше он бжип у меня выключится то не ту комфорку зажгу ой вообще когда-то дома был газ когда жили с семьей в своем доме а теперь вот нет теперь электроплита очень хорошо электроплита ну уже сам хлеб не буду показывать выпечку когда готов потому что 3 часа все таки а в течение потом когда будем кушать когда-нибудь что я покажу врать мне смысла нет ну что мне врать покажу предыдущие мы съели там два кусочка осталось а если никакой не получился скажу никакой не получился вылезло все наверх много закинула так все и скажу вот так буду детей ждать и сидеть компьютер смотреть вот вот такой с окна вид я уже как-то показывала градусов у нас сейчас если рядом с окном тут температура 15 градусов но я думаю градусов 20 есть не знаю дождь ветер есть или нет не знаю ну вот такой вид с окна это микрорайон таежный называется здесь жили раньше это офицерский был городок офицерский военный городок был и и когда расформировали эту часть или как там я не знаю как и сказать военных когда отсюда ну разорилось же 90-е годы все все разрушено вот эти все дома зияли дырами это все было разрушено люди или покупали или давали им квартиры и все делали заново окна вставляли балконы стеклили ну кто стеклил двери вставляли очень страшные подъезды здесь ну совсем это 60-е наверное годы постройки вот там далеке не знаю видно или нет в тайге какие-то полусфера вам какая-то там аншар какой-то как обсерватория не знаю видно не видно что-то я так показываю мне отсвечивает я ничего не вижу ну не знаю можете увидеть вон там тайга или лес как его назвать вот это было военные наверное объекты связано с ну с военными вот тут или ракетные стояли или какие не знаю ну в общем там видимо может быть внутри шахты ракетные я не знаю просто так я не спросила никто не знает вот это старые гаражи вот стоят ну они такие как склады они уже они холодные смысла нет в них там сейчас рухлят хранят люди все в теплые гаражи сейчас надо ставить машины наши в теплые гаражи ставят и Владюша и Наташа вот вот так вот тишина и покой как в деревне до Комсомольска 10 минут на машине и в город дочь говорит мы ну думали может быть в городе лучше квартира ну еще думают они о квартире пока это вот такая как временная не хотят ничего сюда влажаться пока пока потому что неизвестно что и как ну не хотела это в городе из одного что машины там негде ставить здесь все лето вот они тут на поляне напротив окна ставят а уже в морозы в теплые гаражи вот арендует теплый гараж и туда ставят вот газгол где рот стоит вот вот все что я не знаю может быть и увидите вот эти вот военные какие-то шар такой интересный на самом как будто бог там живет вот ну это время покажет пусть они конечно работают зарабатывают там меняют продают эту квартиру потому что в этой квартире единственное что хорошо где машину ставить а больше ничего вот 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 такие вот жалюзи подняла все вот вот так вот с этими жалюзьми как в тюрьме машина Хлебопечка работает, держит Вот, показала, как Бабушка-пенсионерка живет у детей Стряпает хлеб на Хлебопечке Духовки нет, так бы я настряпала Хорошие бы такие Буханочки красивые Если бы была электродуховка Ну, это и то хорошо Потому что я магазинный хлеб ест Не могу, поэтому я пришла свою хлебопечку Дочь говорит, некуда ставить Мама, у меня все заставлено Я говорю, ну, выкинешь потом, пока я хлеба поем Шучу, конечно Всем пока Всего хорошего, не болеть никому В тонусе жить, выйти на природу Погулять И не огорчаться Пока-пока